россия это страна возможностей где каждый может добиться успеха а наши гости это известные личности блогеры спортсмены и лидеры мнений помогут вам в этом убедиться это будет диалог на равных мы начинаем этот человек успешен во многих ипостасях своей деятельности этот человек занимает высокую должность во всероссийском отделении юнармии это мать двоих детей здесь должны быть аплодисменты конечно это олимпийская чемпионка двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту под ваши аплодисменты елена свисоренко скажите коли этот диалог на равных я надеюсь вы готовы к тому что вопросы будут провокационные где-то может быть даже очень деликатные но в общем первый вопрос как дела во-первых добрый день я благодарю вас за приглашение на такой замечательный проект дела у меня отлично как вы уже смогли рассказать нашим зрителям являюсь матерью двоих детей маленькой дочери вот пять месяцев поэтому нахожусь в таком прекраснейшем состоянии в прекрасной форме пять месяцев друзья аплодисменты спасибо огромное очень хорошо выглядеть то есть если вашей дочке пять месяцев получается вы родили пять месяцев назад пять месяцев пролетели незаметно и вот я у вас на проекте наверное одном из первых вот таких мероприятий проектов первый уже осознанно серьезный вопрос почему все-таки прыжки в высоту почему не волейбол не настольный теннис не любой другой женский так называемый вид спорта почему прыжки в высоту с чего это все началось ну начну с того что конечно мой успех это результат продукт как можно сейчас говорить но определенной системы которая сложилась в нашей стране благодаря еще советского союза вот россии становление нашей россии и я попала вот струю до подготовки спортсменов я жила волгограде и весь свой вот спортивный путь прошла волгоградской школе у нас очень сильная школа огромное количество спортсменов выходцы из нашей волгоградской школы к нам приезжали спортсмены тренироваться ну 25 олимпийских чемпионов говорит о том что спорт волгограде есть есть вот это известная волгоградская струя есть есть и скажу больше даже на олимпиаде в афинах где я добилась максимального успеха став олимпийской чемпионы 206 по моему 206 это был олимпийский рекорд и сейчас он есть он до сих пор да он до сих пор уже прошло три олимпиады с тех пор слава богу он держится я горжусь этим кстати вот я тоже перебью я слежу немножко за новостями спорта буквально несколько дней назад в прыжках шестом был побит рекорд сергея буки да шведский молодым шведским прыгуном он уже побил его рекорд в закрытых помещениях 6 17 вот буквально недавно палый на открытых стадионах 6 15 возвращаясь к своему как своему успеху да в тот прекрасный год после той олимпиады мы только в легкой атлетике волгоград привезли три золотые медали чем вызвали интерес у всей спортивной общественности у всей мировой спортивной общественности огромное количество интересующихся журналистов экспертов приезжали к нам говорят понять вообще что откуда поэтому я хочу не знаю сказать слова благодарности тем людям которые работали на тот момент о них мы расскажем спорте безусловно да потому что благодаря им был достигнут вот такой серьезный успех и мы прославили не только нашу страну наш город не как только город герой который сталинград стал на пути фашизма но и как город спортивной славы ребят скажите вы прыгнули 206 правильно правильно у женщин у девушек не принято спрашивать про возраст это неприлично а про рост я могу спросить у вас да я невысокая спортсменка для прыгуни высоко высоту мой рост 1 метр семьдесят восемь сантиметров но на тот момент я весила где-то 56 килограмм сейчас небольшая разница слава богу да вот ну очень хорошие у меня пропорции для прыгуни высоко высоту у меня высокой ну как длинные ноги короткие короткое тело и длинная голень то есть вот по физике это очень хорошо я то есть могу справиться с координацией и в общем то правильную дугу создать направление полет поэтому вот тренер мой тренер борис николаевич горьков когда пришел и просматривал наш спортсменок он сразу приметил меня потому что говорит это идеальная прыгунья высоту даже при своем росте она сможет очень технично исполнять все эти движения которые требуются от прыгунья высоту чтобы вот прыгать максимально высоко то есть не было даже никакого выбора между другими видами спорта например даже легкая атлетика там бег с препятствиями или что-то еще конкретно был выбор в пользу прыжков конечно тренер увидел елену говорит вот это икры это прыжки в высоту на самом деле простите что перебиваю я просто не могу представить 206 как это прыгнуть получается если вы прыгнули 206 а рост метр семьдесят восемь вы прыгнули выше головы ну прилично выше головы да вы известную поговорку прыгнешь выше головы просто взяли и а вы знаете а так все и было на самом деле выше головы это моя была первая олимпиада в афинах то есть я до этого выступала на универсиаде и на чемпионате мира буквально там в 2003 году у меня была первая универсиада был первый чемпионат мира ну значит прыжки в высоту это индивидуальный вид спорта в отличие от футбола и там я отвечала только исключительно за себя и за успех своей команды понимаю что такое прыжки в высоту но у вас написано прыжки в высоту в помещении что значит в помещении чем это отличается от того что вы появились например на улице только большая разница объясните роману что такое помещение но в целом в легкой атлетике есть два сезона индо и аудо то есть на улице и в помещении олимпийские игры проводятся на улице на стадионе то есть там большая арена 400 метров круг открытый воздух и так далее а еще есть чемпионаты мира которые проводятся в зимний период соответственно в манеже соответственно под крышей в чем разница арена меньше круг там 200 метров ну и соответственно крыша над головой Елена у меня такой вопрос касаемо образования я знаю многие спортсмены они выбирают не идти учиться куда-то выше учебное заведение а просто углубиться в спорт в тренерскую карьеру вот мне интересно был ли у вас какой-то запасной план на случай если со спортом что-то не получится и надо пойти учиться на юриста спасибо за вопрос очень интересная у меня история касаемо образования первый институт в который я поступала будучи еще только молодой перспективной спортсменкой был медицинский медицинский институт я хотела стать провизором то есть понимаете да это химия это 6 лет ежедневного труда лаборатории и так далее анатомия морги и так далее и я поступила в медицинский институт волгоградский наш полтора года там отучилась и моя спортивная карьера пошла в рост я начала прибавлять попала в сборную но конечно же параллельно с учебой я тренировалась так не бывает все нечаянно тренировалась по вечерам 6 часов приходила после института на стадион там при свете фонарей в ночи мы с тренером там пытались что-то там делать какую-то техническую работу прыгать там силовую работу то есть он мной гордился что я такая вот незагибаемая очень я уставала конечно было тяжело полтора года я смогла протянуть и потом конечно приняла решение что нет провизор из меня навряд ли получится надо все-таки переводиться в физкультурный институт благо что в волгограде он тоже есть и когда я поступала поступала параллельно и в медицинский и физкультурный на всякий случай поступила в оба и потом ректор физкультурного академии взял меня в принципе без экзаменов просто переводом и в дальнейшем я училась уже в физкультурном институте в физкультурной академии на тот момент отучилась получила образование защитила даже кандидатскую диссертацию то есть ну и в дальнейшем планировала стать специалистом в области спорта но судьба и жизнь она такая интересная штука в год пекинской олимпиады будучи уже олимпийской чемпионкой будучи уже лидером мировым готовясь к олимпиаде в пекине один мой близкий человек говорит ну это все хорошо конечно там деньги там золото бриллианты это все здорово вот заработаешь что-то купишь прекрасно но кем ты будешь дальше вот давай-ка подумаем о твоем настоящем образовании потому что конечно как тренер ну наверное это не мой стиль не мой образ жизни я вот немножечко другая по натуре он говорит давай-ка вот есть у нас дипломатическая академия в Москве есть у нас там хорошие люди попробуем себя вот в том направлении я ему очень доверяла говорю давай ну то есть по знакомству получается нет это был так скажем толчок в направлении туда я отнесла документы и накануне как раз пекинской олимпиады поступила в дипломатическую академию министерство иностранных дел на вечерний факультет четыре года мне предстояло учиться и я должна стать была специалистом в международных отношениях я пересмотрела вообще весь свой багаж знаний и мне конечно хотелось уже работать в международной организации где-нибудь там в МОКе или там в международной ассоциации атлетических федераций я себя видела в другом контексте и отучилась я четыре года там получила диплом вот я очень благодарна в принципе за вот такое образование а в дальнейшем конечно закончив уже со спортом конечно мне это образование очень помогло в плане там становления первая моя работа как вы уже мне представили я была руководителем спортивной школы по зимним видам спорта первый мой такой трудовой опыт руками непосредственно своими потом я стала председателем комитета молодежной политики министром молодежной политики Волгоградской области ну и в дальнейшем я уже приехала в Москву и стала руководителем аппарата всероссийского главного штаба всероссийской организации юнармия то есть ну как бы вот у меня такой карьерный взлет очень был серьезный более личный вопрос есть ли у вас какое-то личное достижение которое не связано с медалями в спорте вот как вы считаете достигли ли вы чего-то такого что вы можете считать своим личным достижением как минимум мама двух детей по моему это уже ну вот видите у нас мужчины такие галантны стать мамой на самом деле я считаю это большое достижение вот в моих условиях это конечно некий для меня был подвиг то есть я конечно очень счастливый человек счастливая женщина вот сравнивать цену допустим золотой олимпийской медали и материнство вот наверное все таки материнство то подороже будет а в спорт вообще реально вернуться после того как родишь станешь мамой да конечно можно снова стать олимпийской чемпионкой можно то есть у вас все впереди нет но сегодня у меня уже уже конечно со спортом все закончено но я стала мамой мне было 30 лет я вернулась в спорт я участвовала в чемпионате мира который был домашний здесь в Москве к сожалению у меня уже не было высоких результатов в пару сезонов я еще повыступала понимала что все мой так скажем лимит вот этой энергии исчерпан и поэтому приняла решение о завершении но в принципе многие девушки выходят особенно которые становятся маме моей более в молодом возрасте и вообще бьют мировые рекорды и прекрасно себя чувствуют было ли такое когда вы шли наперекор тренеру вот сказали вот я сделаю так и вот у вас либо получилось либо нет было ли такое когда вы с тренером не соглашались нет а вы все равно взяли кока-колу и биг тест в моей жизни было три тренера первый тренер Марина Геннадьевна Апанасенко второй тренер Борис Николаевич Горьковс который мы как раз достигли самых больших спортивных успехов и третий тренер Евгений Петрович Загорулько это уже такой вот мастодонт я часто шла наперекор тренерам своим они мне говорили одно я делала по другому вот и всегда их винила в своих неудачах то есть был такой грешок за мной ну и конечно когда были успехи конечно я с ними их тоже делила звонили вечером и говорили ну вот видишь и бросали трубку да это я тебе звонил скажите а вы я к тренеру всегда относилась как к профессионалу и от них требовало конечно вот именно такого подхода я никогда не перепроверяла те установки которые мне говорил тренер и даже не обдумывала не обсуждала он не говорит делай я вот как робот выполняла исполняла я приняла на себя роль спортсмена полностью но были моменты допустим какие-то личные жизни каких-то эмоциональных решений когда мне говорил тренер сделай так я говорила нет я так не хочу я хочу по другому ну что ж друзья мы продолжаем шоу диалог на равных и прямо сейчас элемент небольшого интерактива на экране по левую руку от меня появится наш виртуальный гость который задаст свой вопрос внимание на экран здравствуйте здравствуйте мы рады приветствовать вас на шоу диалог на равных представьтесь пожалуйста из какого вы города здравствуйте 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 надежда елена спасибо надежда ну я поделюсь секретом с удовольствием у меня есть чудесная мама то бишь два раза бабушка три раза бабушка уже которая мне во всем помогает она мне очень помогает и со старшей дочерью Елизаветы и сегодня она тоже со мной рядом с маленькой и вот благодаря ей я сегодня здесь с вами могу с вами разговаривать сколько вот нам с вами захочется она вот прикрывает там на передовой с маленьким ребенком вот наверное это главный секрет моего успеха она всегда была рядом я ее очень люблю и очень ее благодарю за это и желаю каждой девушке иметь такую маму или быть самой такой мамой которая сможет всегда помочь своему ребенку благодаря ей все вот что есть у меня сегодня происходит ну и конечно же наверное просто желание не просто сесть дома с ребенком и вот утонуть в этой ласке любви но все равно выходить в люди общаться делать что-то полезное на благо нашей страны на благо нашего общества на благо себя в первую очередь наверное своей семьи Елена скажите если бы у вас была машина времени и возможности перенестись в прошлое и что-то поменять прожить жизнь иначе что бы вы изменили? я бы более профессионально относилась к своему делу в спорте то есть своему здоровью исключили бы кальян да исключила бы наверное экстремальные виды спорта развлечений вот больше посвящала бы время какому-то восстановлению ну мне бы хотелось более эффективно вот именно этот период своего жизненного пути провести теперь я уже знаю где бы соломки подстелить вот я бы наверное попыталась бы второй раз а в целом если говорить ну наверное даже не к чему-то придраться и вот если мы же для молодых ребят это делаем ведь на самом деле второй попытки то не будет надо все с первой попытки делать хорошо это не прыжки в высоту здесь три попытки да жизнь поэтому конечно нужно более внимательно и профессионально относиться к любому делу которое ты делаешь ну это называется профессионализм и к любому делу нужно относиться профессионально второй попытки не будет елена скажите нас смотрят молодые зрители и возможно кто-то увидев вас и услышав ваши истории захочет пойти по вашему пути постарайтесь сделать этот путь немного легче и раскроете секрет успеха буквально может быть три тезиса секрет успеха это очень много трудиться ничего не бояться и ко всему относиться очень профессионально три тезисовом супер спасибо мне кажется это подходит подходит для любой деятельности спасибо елене слесаренко это был диалог на равных друзья увидимся в следующих выпусках спасибо всем пока